Привет, друзья! Меня зовут Наташа. Добро пожаловать на Кухню Умелой Хозяйки. Готовим потрясающе вкусный десерт. Предлагаю его попробовать и вам. И уверена, что он станет одним из ваших любимых. Настолько он вкусный, нежный, как облачко. Сочетание продукта в нём просто идеальное. Сразу скажу, что рецепт не бюджетный, но поверьте, что он того стоит. И для семейного торжества этот рецепт просто незаменим. В описании под видео указано количество ингредиентов. Друзья, подписывайтесь на мой канал. Найдёте много вкусных и простых рецептов. В блендере буду измельчать в крошку печенье. У меня топлёное молоко. Крошка должна получиться однородной. Высыпаю её в миску и вливаю сюда заранее растопленное сливочное масло. Перемешиваю ложкой. Должна получиться мокрая крошка. Понадобится разъёмная круглая форма. Дно я застилаю пергаментом. И высыпаю всю крошку сюда. Руками формирую бортики. Крошка мокрая. Сделать это достаточно просто. Одно утрамбовываю стаканом. Ставлю форму в холодильник на время приготовления начинки. В миску выкладываю сыр маскарпоне или любой творожный сыр. Сюда вливаю сливки жирностью 33%. Всыпаю сахар, ванильный сахар. И взбиваю миксером до однородности. Всё должно хорошо перемешаться. Затем добавляю крахмал и ещё несколько секунд пробиваю миксером. Затем по одному ввожу сюда 4 яйца. И каждый раз после введения взбиваю миксером. Должна получиться вот такая воздушная масса. Достаю основу из холодильника и выкладываю сюда всю начинку. Распределяю ровным слоем. Несколько раз форму встряхиваю, постукиваю, чтобы вся начинка улеглась равномерно. Духовка к этому времени должна быть разогрета на 140 градусов. Чизкейк будет выпекаться 1,5 часа. На дно духовки обязательно нужно поставить форму с водой. И выпекать вот именно так. Затем, когда прошло 1,5 часа, духовку я выключаю. И оставляю готовый чизкейк ещё в закрытой духовке на 1 час. И только после этого его достаю и полностью охлаждаю при комнатной температуре. Арахис нужен, конечно, жареный. У меня был сырой, поэтому я его на несколько минут поместила в духовку при температуре 200 градусов. А потом вот таким нехитрым способом очищаю. Так получается гораздо быстрее. Если у вас арахис жареный, то, конечно, ничего делать не нужно. Варю карамель. В сотейник всыпаю сахар. На небольшом огне его расплавляю. Довожу до карамельного цвета. Сахар ни в коем случае не должен начать гореть. Иначе будет неприятно пахнуть и карамель будет горькая. Выкладываю сюда сливочное масло. Перемешиваю до полного растворения. И затем тоненькой струйкой постепенно ввожу сюда жирные сливки 33%. Они не должны быть холодными. Можно и слегка подогреть или хотя бы комнатной температуре. Хорошо перемешиваю. Добавляю соль по желанию и по вкусу. Провариваю несколько секунд и снимаю с огня. Чизкейк у меня полностью остыл. Я его освобождаю от формы и переношу на поднос. Убираю пергамент. Сверху выкладываю жареный арахис. И равномерно вот так вот его по всему чизкейку распределяю. Сверху арахис поливаю карамелью. Если к этому времени она сильно загустела, то ее можно слегка подогреть и она станет более жидкой. Будет удобнее поливать. Десерт нужно поставить в холодильник минимум на пару часов. И можно наслаждаться. Я оставила свой чизкейк на ночь. На следующий день он отлично стабилизировался. Он прекрасно держит форму, хорошо режется. И посмотрите, какой он потрясающий в разрезе. Ну а на вкус, друзья, это нужно только пробовать. Он очень вкусный. Он нежный, как облачко. Это сочетание вкусов сливочного, карамельного и орешков. Потрясающе вкусно, без преувеличения. Я вам искренне рекомендую попробовать приготовить. Я уверена, что никто не разочаруется. Если рецепт понравился, не забывайте подписываться на канал и нажимать на колокольчик, чтобы не пропускать новые видео. Очень жду ваши комментарии. Нуждаюсь в вашей поддержке и благодарю всех. Пока! Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok